нынешнего сезона на Саранском льду. Зрелище нас ждет поистине незабываемое, а именно 29-й финал командного чемпионата мира по ледовому спидвею. В борьбу за один из самых престижных трофеев мирового айс-спидвея вступают в сборные семи государств Европы. Соревнования подобного масштаба Саранску доводилось проводить всего однажды, и тогда, в 2003-м, Мордовский лед стал золотым для российских мотогонщиков, в числе которых, кстати, были сразу два представителя нашей республики, это Владимир Лумпов и Максим Захаров. Увы, в этом году защищать честь российского мотоспорта предстоит только приезжим спортсменам, но это уже отдельный разговор, к которому мы еще обязательно вернемся. А в этом году подтвердить статус безусловных фаворитов российского... подтвердить безусловный статус фаворитов российского мотоспорта предстоит и Николаю Красникову, Виталию Хомицевичу и Михаилу Богданову. Ну и, как показывает история, командный чемпионат мира, безусловно, турнир. Что называется российский, поскольку в 28 случаях 24 раза выигрывали спортсмены из СССР и из России. Всего три раза побеждали на этих соревнованиях шведы, и однажды один единственный успех был у представителей ФРГ. Больше, кроме этих трех сборных, золото командного чемпионата мира выигрывать никому не доводилось. Но еще о том, какие же команды завоевывали награды этих соревнований, мы поговорим по ходу представления участников. И сейчас именно о участниках и пойдет речь. Итак, сборные участницы 29-го командного чемпионата мира. Сборная Финляндии. Под первым номером будет выступать Антиакко, сильнейший финский гонщик. Под номером вторым Томми Флюкман, уроженец Швеции, но выступает он уже несколько лет за Финляндию. И 15-й запасной Кай Лехтинин. Финская сборная за свою историю лучшего достижения добивалась. Однажды, выиграв серебро, 5 бронз, на высшую ступень педестала Финлянди еще не поднималась. Номер... сборная номер 2. Это сборная Швеции. Главный конкурент сборной России по общему мнению. Я уже говорил о том, что шведы трижды выигрывали золото. И все три раза в этой сборной был один спортсмен. Это Перулов Сирениус, который будет выступать под третьим номером. Ну а если в целом, то Поза является безусловным лидером по количеству вообще медалей командного чемпионата мира. Он их заработал за свою карьеру 23. Представьте себе, 3 золотых, 16 серебряных и 4 бронзовые. И многолетний его партнер по сборной, двукратный, кстати, обладатель золотых наград командного чемпионата мира Стефан Свенсен. И будет им помогать еще Торлиф Бурман. Следующая сборная, сборная Австрии. К сожалению, к сожалению, по-прежнему в обиде на международную федерацию Франц Цорн. И отказывается он выступать за сборную своей страны. Поэтому, конечно же, австрийская сборная в ослабленном составе. Тем не менее, честь этого государства будут защищать Мартин Лейтнер, пятый номер, шестой. Йожев Брюкнер и семнадцатый Харальд Симон. Наверное, самый известный из спортсменов этой страны. Австрийская сборная однажды выигрывала серебро, дважды была третьей. Сборная Чехии и в составе этой команды семейная пара Антонин и Ян Клотовский. Это братья Антонин старший и Ян младший. Причем представитель этой команды их отец. Также Антонин Клотовский, но на этот раз старший. Так что вот такое семейное трио и плюс Анджей Дивис в качестве запасного гонщика. Чешская сборная, ну и также сборная Чехословакии, пять раз становилась серебряным призером. Однажды выигрывала бронзу. Следующая сборная, сборная Германии. За которую выступят Гюнтер Бауэр, известнейший нам спортсмен. Себастьян Гигенбауэр и Дмитрий Чачин. Вы знаете, что этот спортсмен российского происхождения, но родился. Он и вырос в Германии, и выступает за эту сборную. Впервые он заслужил честь, защищать честь флага. Впервые он получил право защищать честь германского флага. Германская сборная однажды выигрывала золото. Но, в общем-то, это было достаточно давно. Однажды выигрывала серебро, и десять раз Германия становилась третьей. Сборная России. Я уже говорил вам, что в этой команде в этом году представителей Мордовии не будет. Мы говорим об этом с сожалением, и, может быть, именно этим обусловлено, что, может быть, чуть меньше зрителей на Союзе святой техники, чем обычно, и чем заслуживают такие соревнования. Но, в общем-то, здесь возобладал все-таки спортивный принцип, и защищать честь российского флага будут три спортсмена, занявших первые три места на личном чемпионате России. Ну и выступающие в личном чемпионате мира, являющиеся лидерами этих соревнований, это Николай Красников из Уфы, Виталий Хамецевич из Каменско-Уральского, и Михаил Богданов из города Училы. Ну и последняя сборная, которую я вам представлю, это сборная Голландии. Голландская сборная всего однажды в истории завоевала бронзовую награду, тоже это было достаточно давно, ну и не теряют надежд, что они, может быть, выстрелить в этих соревнованиях. В честь голландского флага защищают Джонни Туинстра, Рене Стеллингверф и Рене Ферхов. Вот состав участников 29-го командного чемпионата мира. Приглашаются команды Финляндии и Швеции. Ну и пока готовятся к старту в первом заезде две первые сборные, это Финляндия и Швеция. Несколько слов о регламенте. Надо сказать, что два дня соревнований вы увидите в течение одной трансляции. Какие-то из заездов мы вам не покажем. Это значит лишь то, что в них, в общем-то, не было особой борьбы. Самое интересное, безусловно, вы увидите. И вот сейчас достаточно любопытный заезд Финляндии и Швеции. Между прочим, серебряные и бронзовые призеры прошлогоднего командного чемпионата мира. Финны были бронзовыми призерами, шведы – серебряными. И за Финляндию в красном и синим на шлемниках стартуют Антиаку и Томми Флюктман. А за Швецию в белом и желтом – Перулов Сирениус и Стефан Свенсен. Вы, наверное, обратили внимание на то, что располагаются спортсмены несколько иначе, нежели в личной гонке. Красный и синий на шлемнике располагаются не по первой и второй дорожке, а по первой и третьей. Вот сейчас то ли фальшстарт, то ли не сработал просто стартовый механизм. Сейчас что решит арбитр, мы узнаем. Нет, все-таки арбитры решили, что Томми Флюктман, спортсмен, который стартовал, пытался точнее стартовать в синим на шлемнике, чувствуется, не будет он стартовать и будет исключен за фальшстарт. Ну что же, вот такое вот нервное начало. Ну и Антиаку остается один, не скажешь на один, один на два с двумя шведскими зубрами. Перулов Сирениус и Стефан Свенсен на протяжении последних, ну, наверное, не ошибусь и скажу, более десяти лет уже, более десяти лет главные-главные конкуренты сборной России. И никому еще за последние годы не удавалось сместить их хотя бы со второй позиции. Ну а последний успех шведской сборной, вы помните, датирован 2002 годом, когда в Москве, точнее в Подмосковье, в Красногорске, тот же самый Сирениус и Свенсен выиграли у звездной сборной России, в которой тогда ездили поликарпов, дорогали на Фадеев. Представьте себе силу этой пары, но мы смотрим с вами сейчас на последний круг уходят участники. И Стефан Свенсен и Перулов Сирениус сумели наказать Антиако за самоуверенность. Все-таки стартовал неплохо Ако, но в итоге все-таки шведская пара очень уверенно мчится к своим первым очкам. Так и есть. Начисление очков, вы знаете, начисление очков такое же, как и в личной гонке, с одним лишь исключением. И за счет идет не персонально гонщику, а всей сборной. Таким образом, получается, что шведы выиграли у финнов с максимально возможным счетом 5-1. Ну, имеется в виду максимально возможный счет. Без учета возможных падений, конечно. Мы этого не желаем, но, в общем-то, все бывает. Мы знаем с вами этот вид спорта. Второй взаист мы сейчас с вами увидим. Соревноваться будут сборные Австрии и Чехии. По два спортсмена от обеих стран. Ну, и я сразу должен сказать, что возможны в моем комментарии некоторые ошибки. И будут они относиться к запасным гонщикам. Дело в том, что, в общем-то, командная гонка предполагает наличие в сборной трех спортсменов. Два основных, один запасной. Запасной может выйти на любой заезд. Об этом предупреждаются просто заранее. До заезда. И единственное правило. Запасной гонщик не может выйти больше на лед. Чаще выходить, чем основные гонщики. Вот это главное правило. Ну, и сейчас мы увидим с вами в красном нашлемнике Харальда Симона. В синем Юзефа Брюкнера. Это австрийцы. И чехи. Семейная пара Антонин и Ян Клотовский. В белом и желтом нашлемниках. Антонин Клотовский младший. Я говорил вам уже, что вся семья, включая и отца Антонина. Его тезки, старшего Антонина Клотовски, участвуют в этой сборной. Я являются членами этой сборной. Папа у Антонина и Яна Механик. В прошлом известнейший спортсмен. Но сейчас Клотовский на второй позиции. А выиграл старт Харальд Симон. Заявлял австриец, опытный, кстати, спортсмен. Очень опытный спортсмен. Заявлял о том, что, возможно, этот сезон у него станет последним в его карьере. Но, конечно же, австрийская сборная потеряет достаточно много с этим спортсменом. С уходом этого спортсмена, учитывая, что Франц Цорн отказывается участвовать в командных чемпионатах мира. Ну и мы видим с вами, что усилиями Харальда Симона австрийцы завершили этот заезд против Чехов в ничью. Поскольку Харальд Симон заработал три очка. Брюкнер был последним. Ну а Антонин и Ян Клотовский набрали два и одно очко. Соответственно, 3-3 между Австрией и Чехией. Заезд номер 3. И сразу очень любопытное противостояние. Любопытное противостояние, поскольку встречаются Германия и Россия. В общем-то, если и есть у России конкуренты в командном чемпионате мира, то это Швеция и Германия в первую очередь. Поэтому очное противостояние, оно, конечно же, очень важно для россиян. Ну и начать хотелось бы, конечно, с успеха. И тут же произошла замена. Один из основных гонщиков, это Гюнтер Бауэр, заменен на запасного. А в Германии, я напомню вам, это Дмитрий Чачин. И именно он сейчас в красном нашлемнике будет стартовать. Его партнер, себястян Гигенбауэр по третьей дорожке в синем нашлемнике. Ну а Россию представляют Николай Красников и Виталий Хамецевич. Напомню вам, что Николай Красников, ой-ой-ой, задержался сейчас, как Себастьян Гигенбауэр на старте. Ну а россияне рванули вперед, оставили соперников позади. Посмотрим. Чачин встречался уже с россиянами на Саранском льду. Правда, это были не Красников и... Это был только Хамецевич. Братья Хамецевич, я имею в виду полуфинал личного чемпионата мира. Но Чачин, в общем-то, ни разу не удалось Чачину выиграть у кого-то из россиян. Поэтому, в общем-то, мы видим вполне закономерную картину. Россияне далеко впереди. Практически в одну калитку проходят соревнования. Ну, вы знаете, что очень немногие, и об этом, в общем-то, говорит статистика, очень немногие верят в то, что россиянам хоть кто-то сможет что-то противопоставить в этом году. Для истории важно, кто из россиян финишировал первый. Это был Николай Красников, Виталий Комисович второй. Для сборной России никакого значения это не имеет. Пять очков, пять-один. Для Германии одну очку приносит Дмитрий Чачин. Таким образом, Россия начинает уверенной победой. Заезд номер четыре. И второй уже выход финской сборной на лед. Антиаку и Томми Флюктман в белом и желтом на шлемниках. А их соперники сборная Голландии, которая стартует на этих соревнованиях. Красные и синие на шлемнике Джонни Туинстро и Рене Стеллингверф. Ну, второй выход финской сборной. Поскольку семь команд, нечетное количество. В первый день сетка турнира предполагает три серии по четыре заезда и три серии по три заезда. Ну, в общем-то, как и второго дня тоже. В итоге, в любом случае, конечно же, все сборные встретятся с каждой по два раза. И одинаковое количество заездов проедут. Мы посмотрим на эту дуэль. Финляндия и Голландия. Сразу проблемы на старте у Рене Стеллингверфа. Видимо, продолжает он, но уже выключился он из борьбы. Посмотрим на то, как финны и голландский гонщик будут разбираться между собой. Туинстро вырвался вперед. У Антиако в этом году не лучшим образом складывается сезон. Антиако лишь в числе запасных попал на личный чемпионат мира. Ну, посмотрим сейчас Туинстро и Антиако. По внешнему радиусу Ако зашел на этот первый поворот. И подготовил он, подготовил уже атаку. Я думаю, сейчас после выхода нет, переставило. Если бы не эта ошибка, Антиако оказался бы уже впереди Туинстро. Он имеет большую скорость. Сейчас не пускает на внешний радиус Туинстру. И уже, оказывается, вы видите, впереди. Для Финляндии очень важно выиграть у голландцев в очной борьбе. Посмотрим финиш. Очень-очень ровный финиш. Но, тем не менее, Антиако, по-моему, вырвал победу. И в итоге финская сборная усилиями, в основном, Антиако. Тови Флюкман заработал одну очку. Выиграла финская сборная у голландцев со счетом 4-2. Таким образом, после первой серии заездов у финской сборной 5 очков. У России и Швеции также по 5 очков. Но проехали они по одному заезду. По 3 очка у Австрии и Чехии. 2 очка у голландцев. И 1 очко у Германии. Готовятся к старту участники 6-го заезда. Мы 5-й с вами пропустили. Там сборная Швеции без особых проблем разобралась с австрийцами. 5-1. Перелыв в сирене у Стефан Свенсен. Шансов Харальду Симону и Мартину Лейтнеру не оставили. Ну а сейчас на льду Чехия и Германия. За Чехию Антонин Клотовский и Ян Клотовский. Семейная пара за Германию. Гюнтер Бауэр и вновь Дмитрий Чачин. Запасной гонщик. На этот раз он Себастьяна Гигенбауэра заменил. Ну а вы знаете, я думаю, берегли немножко силы немцы в противостоянии с россиянами. Все-таки, наверное, борьба среди иностранцев основная за серебро, а не за золото. Просто настолько сильная сборная России. Причем не только это. Вообще из российских гонщиков можно было бы, положа руку на сердце собрать 4, может быть, 5 сборных, которые реально претендовали бы на золото. Но вот сейчас красный огонь, светофор, я вижу, горит. А это значит, что Антонин Клотовский нарушил правила. И сейчас может, в общем-то, особо не бороться. Любопытная, кстати, ситуация. В случае, если помешает сейчас Антонин Клотовский Гюнтеру Бауэру каким-то образом, как будет расценено это арбитрами, но тем не менее. И вот сейчас ключевой эпизод этого заезда. Ян Клотовский, юный Ян Клотовский, младший из семьи Клотовский обошел опытнейшего Гюнтера Бауэра. И в итоге, в итоге, все-таки помог своей сборной не проиграть немцам. Ян Клотовский набирает три очка. Мы говорили с вами, что Антонин Клотовский исключен. И сейчас будет, видимо, выяснять у судей, за что именно он был исключен. Видимо, пересек все-таки он на первом повороте синюю линию обоими колесами. Ну, а немцы два и одно очко на их счету. В общем-то, миром разошлись чешская и германские сборные. Ну, конечно, выиграет сейчас заезд. Антонин Клотовский выдал бы свою знаменитую ласточку, но, увы, увы, увы. Заезд номер семь и второй раз появляется на Саранском льду российская сборная. На этот раз мы увидим уже другой дуэт. Это Виталий Хамецевич и запасной гонщик Михаил Богданов. А в желтом и белом на шлемниках эти спортсмены в красном и синем. И их соперники голландская сборная Джонни Туинстра и Ренет Стеллингверф. Ну, надо сказать, что голландцы явные аутсайдеры этих соревнований. Так что вряд ли какие-то проблемы возникнут у наших спортсменов. Ну, посмотрим на старт. Да, в общем-то, так и есть. Россияне уверенно вырвались вперед. И сейчас, я думаю, разрыв будет только расти, поскольку между собой, естественно, бороться Богданов и Хамецевич не будут. Посмотрел сейчас назад Виталий Хамецевич, увидел, что все в порядке, все по плану. И мчатся они к очередной своей победе. Так вот, на место запасного гонщика до последнего претендовал наш юниор Базеев. Но, положа руку на сердце, результаты нашего спортсмена в этом году оставляют желать лучшего. Не смогли наши ребята пробиться в финал личного чемпионата мира. Хотя шанс такой предоставился тому же юниору Базееву. Ну, вот, нестабильность в результатах, она, в общем-то, и повлияла. Так что, по спортивному принципу состав подобран. И, как мы видим, подобран очень удачно. Виталий Хамецевич и, да, и Михаил Богданов зарабатывают очередные пять очков в копилку нашей команды. Туинстра одно очко приносит Голландии. И в итоге мы можем сейчас короткие итоги подвести. Россия и Швеция имеют по десять очков после двух заездов. Десять очков, еще раз напомню, у Чехии, которой сейчас третий идет, шесть. А могло быть и больше. Мы помним с вами Финляндия. Пять очков. По четыре очка у Германии и Австрии. И три очка у Голландца. Заезд номер девять. И в нем стартуют сборные Швеции и сборные Чехии. Любопытное противостояние. Шведская пара Сирениус-Свенсен в белом и желтом на шлемниках против семейного тандема Антонина и Яна Клотовски. Чехия сейчас несколько обижена, может быть, на... Ну, в первую очередь, нужно обижаться, конечно, на себя. Антонин Клотовский пересек, вы помните, в предыдущей серии заездов Синьку двумя колесами и в итоге лишил очень важных очков в свою команду. Ну, посмотрим, смогут ли чехи противопоставить что-то. Ох, как сейчас жестко на первом повороте. Сирениус вырвался вперед. Ой-ой-ой-ой. И сумел, сумел сейчас устоять на двух колесах Свенсен, но не по собственной инициативе. Не по собственной инициативе сейчас это произошло. Антонин Клотовский поджентльменский, очень поджентльменский поступил, друзья. Давайте-ка воздадим этому спортсмену аплодисментами. Да, ну а виновен в том, что сейчас произошло, именно Ян Клотовский, который на втором повороте сейчас продемонстрировал опасную езду, что привело, в общем-то, едва не привело к падению Стефана Свенсена. Арбитры считают, что именно Ян Клотовский виновник, а значит он будет исключен из заезда. Неудачи преследуют Чехов, мы видим с вами. Ну а далее падение было, только вы поняли, в чем там была проблема, чтобы избежать столкновения и травмы, просто сейчас положил свой мотоцикл на лед спортсмен. Да, явно неудачно начинается первый день соревнований для чешской сборной. По итогам двух заездов, я имею в виду, что каждый сборная, проехавшая по два заезда, мы с вами подсчитывали очки. Чехи находились на третьей позиции, но вот сейчас одному Антонину Клотовске придется бороться с великой, в общем-то, думаю, здесь никаких скидок не может быть, великой шведской парой с Сирениус и Свенсен. У Клотовский чуть лучше стартовая позиция и шанс его именно старт. Удачный старт. Ну вот сейчас на второй позиции он вышел из первого поворота. Позади Перула в Сирениусу Антонина Клотовский. Ну, мы знаем Антонина как настоящего сорвиголову. Мы знаем Антонина Клотовский, он имеет, ну, каждый из этих спортсменов имеет большие мастерства, ну, а Перула Сирениус более того, наверное, огромным, огромным мастерством ловить. Ну вот уже Антонин Клотовский позади Перула в Сирениусу. И шведы мчатся к очередной своей победе. Посмотрим. Ну вот сейчас Антонин Клотовский предпринимает попытку. Расстояние вполне позволяет рассчитывать на успех. Нет, Перула в Сирениус очень уверенно завершил этот старт и не дал пройти вперед Антонину Клотовске. В итоге уверенная победа шведов 5-1 и они по-прежнему без потерь движутся по турнирной сетке. 15 очков из 15 возможных. Ну а чехи, получив всего лишь одно очко, пропускают вперед финскую сборную и сравниваются по набранным очкам с австрийцами. Но пока еще Германия и Голландия не сказали своего слова. Заезд номер 11 и российская сборная вновь на льду. И им противостоят финны Антиаку и Томми Флюктман в белом и желтом на шлемниках. Прошлый заезд мы с вами пропустили. Десятый там немецкая сборная без проблем со счетом 5-1 выиграла голландцев. И таким образом вышла на третье место вслед за Россией и Швецией. Но вот россиянам нужно еще сказать свое слово в противостоянии с финскими гонщиками. За Россию выступают сейчас Красников и Хомицевич. Именно эта пара сейчас защищает честь российского флага. Именно они вырвались вперед. Взяли простые правления в свои руки. Красников. Нет, сейчас опять же вот тот случай, когда мы немножко ошиблись. Не совсем вовремя поступает информация к нам сюда в комментаторскую кабину. Но сейчас будем ориентироваться все-таки по окрасу мотоциклов. А если так, то Николай Красников и вторым идет именно Михаил Богданов. Запасной гонщик нашей команды. Ну как бы то ни было, как бы то ни было, российские гонщики очень уверенно ведут эту гонку. Уходят на последний круг с большим преимуществом. Красников не рискует. Идет по внутреннему радиусу. Богданов предпочитает мчаться по центру. Дорожки ближе к внешнему. Но в общем-то и та, и та тактика приносит успех российским гонщикам. Вновь пять очков. И по-прежнему Россия и Швеция без потерь. По 15 очков у России и Швеции. Финские гонщики усилиями Антиакко зарабатывают одну очко, свою копилку. Заезд номер 12, в котором примут участие главные конкуренты российской сборной в борьбе за золотые награды. Но если можно вообще назвать конкурентом сейчас Германию, слишком много растеряли сейчас немцы очков. А вот шведы по-прежнему идут без потерь. И посмотрим сейчас, как справится с немецкой сборной Швеция. Для шведов потеря очков в заездах не с российской сборной. Это, конечно же, неудача, поскольку главные соперники россияне пока очков не теряют. Сирениус и Свенсен по-прежнему. Тут, наверное, даже оговорки не нужны. А вот у Германии стартуют Себастьян Гигенбауэр и Дмитрий Чачин. А Гюнтербауэр будет наблюдать в качестве зрителя. Этот заезд посмотрим. Посмотрим, что у нас шведы очень... Ой-ой-ой-ой. И очень тяжелое падение. Причем сразу двух спортсменов. Вот оно. Желание победить. По одному представителю из каждой сборной сейчас оказались в тюках. Ну и ждем мы решения арбитров, а ждем, когда гонщики поднимутся. Ни в коем случае, конечно, не хотелось бы, чтобы эти великолепные старты омрачились травмой одного из участников. Что же там в итоге произошло? Чачин, похоже, слишком прижался к внутреннему радиусу и зацепил мотоцикл то ли Сирениуса, то ли своего партнера Гигенбауэра, а уже потом, падая, прихватил с собой в тюки и Стефана Свенсона. Но решение арбитра, а гонку сегодня судит Кристал Гардел из Швеции, допустить к перезаезду всех. Что ж, шведы не назовешь предвзятым. Дмитрий Чачин держится за поврежденную руку, но в перезаезде, похоже, все-таки выйдет. Сейчас мы еще раз увидим интереснейший заезд, во многом определяющий в борьбе за медали между Швецией и Германией достаточно долго не появлялись на льду спортсмены, испытавшие падение, но тем не менее все в порядке с ними и посмотрим на этот раз, что. На этот раз Гигенбауэр не лучшим образом стартовал, не смог ничего противопоставить, а вот дуэт шведских гонщиков стартовал великолепно. Посмотрим, именно Гигенбауэр сейчас ведет преследователь, а Дмитрий Чачин, видимо, выключился уже из борьбы, что-то у него какие-то с техникой проблемы. Но, по-моему, долго он до последнего не мог выйти на старт, что-то у него действительно не в порядке с механикой. Ну, а осталась одна надежда у германской сборной на Гигенбауэра. Посмотрим сейчас, вот он как здорово-здорово настиг уже Пэролов и Сирениуса. И сейчас у него есть один круг на то, чтобы попытаться попытаться пятикратного чемпиона мира настиг. Нет, рискнул, рискнул, потянул, очень резко вышел из второго поворота на внутреннюю дорожку. Последний поворот, последний шанс. Нет, нет, ничего не получилось у Гигенбауэра. Шведы вновь впереди, вновь максимальное количество очков. А это значит, что россиянам расслабляться рановато. Германия зарабатывает всего лишь одно очко и, наверное, по крайней мере, по итогам первого дня претендовать на место в двойке лидеров уже не может. Ну и давайте, друзья, обращаем наши сборы вновь. Переходим к заезду номер 13. Австрия против России. Подводить пока очки, подводить итоги по квалификации мы пока не будем, не имеет смысла, поскольку разное количество заездов проехали сборные. Но главное, что нам нужно знать, это то, что шведы пока очков не теряют, а значит, и россиянам этого делать нельзя. Сейчас за сборную России в белом на шлемнике Михаил Богданов, в желтом Виталий Хомецевич. Смотрим на старт. Желтый и белый на шлемнике Михаил Богданов и Виталий Хомецевич. Хомецевич и Богданов впереди, а это значит, что у россиян пока все в порядке. Между собой, естественно, опять же, повторяюсь, бороться никто не будет в составе сборной. Абсолютно не важно, кто персонально займет, скажем, первое, а кто второе место. Главное, сейчас без каких бы то ни было рисков и проблем добраться теперь до финиша. Ну, а я, поскольку борьбы особой не наблюдается на льду, скажу вот, что некоторая информация исторического характера. Самые великие, так скажем, чемпионы в истории командных чемпионатов это Юрий Иванов из Красноярска и Александр Балашов, знаменитый спортсмен, которого мы прекрасно знаем. Они по семь раз выигрывали эти соревнования в составе сборной России. Шесть раз выигрывал Владимир Фадеев. Пять чемпионских званий у Кирилла Дрогалина, опять же, всем вам хорошо известному. Ну и пять раз становился чемпионом в командном зачете Владимир Сухов. Из Подмосковья вот такая вот информация. Ну, а кто из ныне действующих спортсменов сможет приблизиться к этим великим соотечественникам, покажет время. Сейчас Красников, сейчас Камецевич и Богданов набрали очередные пять очков, а это значит, что россияне и шведы идут по-прежнему вровень, по 20 очков. Ну, а австрийцы остались с одним баллом. Заезд номер 14, после которого мы подведем некоторые промежуточные итоги, поскольку все сборные тогда пройдут по четыре заезда. И вот сейчас последними этот свой четвертый выход на лед совершают чехи и голландцы. За Чехию Антонин и Ян Клотовский, семейная пара братьев. За Голландию в заявке Джонни Туинстра и Рене Стеллингверф. Вот сейчас Антонин Клотовский последним приходит к стартовой линии, и этот старт состоится. У чехов на данный момент семь очков, и они могут настичь, нет, они могут даже выйти на третье место, поскольку у Германии, которая идет сейчас до этого заезда на третьей позиции, десять очков. Семь очков у чехов, и, естественно, нужно-нужно зарабатывать и выигрывать у Голландии. Ну, посмотрим. Пока все очень-очень неоднозначно. Джонни Туинстра на своем рыжем мотоцикле мчится на первой позиции. Ну, а у чехов явные проблемы, поскольку они плетутся пока... Нет, нет, вот сейчас, вот сейчас они все-таки навязывают борьбу голландскому гонщику, как в таких случаях говорят в клещи. Берут, посмотрим. Один пытается по внутреннему радиусу, другой по внешнему, и Клотовский Антонину почти это удается. Так, Антонин Клотовский впереди, дело за Яном. Ну и посмотрите, с какой скоростью Туинстра выскочил с поворота, фантастика, и как бы до падения дела не дошло. Последний, нет, это был последний как раз круг, и в итоге, что мы видим? Все-таки, все-таки Ян Клотовский вырвал победу в этом заезде, а вот Антонин Клотовский Туинстру обойти не смог. Тем не менее, Чехия выигрывает со счетом 4-2, а это значит, что Чехии выходят на чистое третье место. На четвертом месте, вслед за ними Германия с 10 очками, далее 9 очков Финляндии, 8 очков Австрии, 6 очков Голландии, они аутсайдеры, ну и на первое и второе место делят Россия и Швеция. Очное противостояние этих сборных мы и с нетерпением ждем. Ну и вот он, наконец, тот самый заезд, которого мы так ждали, и думаю, он станет одним из решающих, а может быть и вовсе решающим в борьбе за золотые награды командного чемпионата мира. А все потому, что на стартовой линии две сборные, два лидера не только нынешних соревнований, но и последних лет. Это Россия и Швеция. Естественно, в самых боевых составах. Шведы, белый и желтый нашлемник, Сирениус, Свенсон, Россия, красный и синий, Красников и Хамицевич. Ну что же, смотрим. От того, как проедут гонщики в этом заезде, во многом зависит судьба золотых наград. У шведов проблемы на старте. Не смог поймать ленточку Перулов Сирениус, уж с его-то опытом. Представьте себе, какое напряжение. А россияне-то стартовали как под музыку. Синхронно и очень здорово. Сейчас далеко впереди мчаться. Шведская пара отстает. Что сейчас шведам предпринять? Ну, я уж даже и не знаю, что им предположить. Наверное, остается только ждать каких-то совсем уж необдуманных действий российских гонщиков. Но россияне-то как раз каждую колею льда в Саранске знают прекрасно. Оба накатали здесь приличное количество стартов несколькими днями ранее. Впрочем, как и с Сирениусом Свенсеном, вся четверка участвовала в Кубке главы. Но россияне в блестящем стиле выигрывают в чистую шведов. А это значит, что Россия остается безоговорочным лидером по итогам первого дня соревнований. 25 очков у россиян, у шведов остается 21 очко. Естественно, догнать шведов в борьбе за серебро уже, скорее всего, никто не сможет. Но еще один шанс на то, чтобы с россиянами встретиться будет во втором дне соревнований. Мы переходим к заезду номер 18. 17-й мы с вами пропустили. Там в споре аутсайдеров сборной Австрии и Голландии победили голландцы со счетом 4-2. Ну а в 18-м заезде встречаются Чехия и Финляндия. Любопытное противостояние Чехии. По итогам четырех серий заездов шли на третьей позиции. Финные, в общем-то, ненамного отстали. За Чехию Антонин Клотовский и Ян Клотовский. За финнов Антиаку Томми Флюхтман. Финские гонщики в белом и желтом на шлемниках. Чехии в красном и синем. То есть имеют некоторые преимущества на старте, на стартовых позициях. Посмотрим, смогут ли они этим воспользоваться. Антонин Клотовский здорово стартовал. Но не получилось, не получилось сейчас его настичь. Антонин Клотовский мчится сейчас на третьей позиции вслед за чешской парой братьев. Но расстояние очень невелико. К тому же мы видим с вами, как бросает по трассе Яна Клотовский. Младшего в чете Клотовский. Посмотрим. Самая любопытная сейчас, конечно, борьба за вторую позицию. Явно изъеденный сейчас внутренний радиус. Но, тем не менее, Яна именно жмется к внутренней синей линии. Антиако старается дивиденды получить на внешнем радиусе. Ну, посмотрим. Последний поворот. Последний поворот нет. У Антиако ничего не получится. И чехи делают серьезную-серьезную заявку на то, чтобы занять третье место. Ну, по крайней мере, по итогам первого дня соревнований. Ну, а Клотовский демонстрирует свою ласточку. Впервые у него для этого появился повод. В этом старте 16 очков у чехов. У финской сборной всего 13. Но они уже закончили соревнования в первый день. Заезд номер 19. А первый день, я напомню, содержит 21 заезд. Значит, остаются совсем считанные у нас заезды до завершения первого дня соревнований. И в 19-м заезде последний выход в первый день в субботнюю гонки шведской сборной. Сирениус и Свенсен по-прежнему тандем не зыблем. Их соперники аутсайдеры голландцы, которые делят сейчас последнее место вместе с австрийской сборной. Джуни Туинстер и Рене Стеллингверф. Посмотрим, обойдутся ли без дальнейших потерь шведы. Только что они уступили российской сборной. Но, в общем-то, каких-то опасений по поводу своей второй позиции они не имеют. Но, тем не менее, чтобы хотя бы сохранить шансы на борьбу за золото, им, конечно же, нужно выигрывать. Но и пока это им удается, Свенсен и Сирениус мчатся впереди. Правда, у Сирениуса сейчас некоторые проблемы. Он жмется к внутреннему радиусу, а там уже очень сильно изъеден лед. Этим и воспользовался сейчас Джуни Туинстра. Надо сказать, что Джуни достаточно молод и амбициозен. Безусловно, сейчас лучший голландский мотогонщик. Ну и посмотрите, посмотрите, на равных, на равных с пятикратным чемпионом мира борется. И сейчас может серьезно попортить нервы шведской паре. Посмотрим финиш, что у нас с легендарным Пэромолофом. Ох как! Вот это да! Вот это да! Вот это Пэролоф Сирениус! Фантастика просто! Просто фантастика! Ну вот, это вы видели сейчас наглядную демонстрацию 30-летнего опыта выступления в чемпионатах мира. Фантастика! Великолепный финиш. Знаете, можно в учебнике будет такие кто-то составлять решиться. Можно вносить вот этот вот финиш знаменитого Пэр Олафа. Совсем скоро ему исполнится 59 лет. 9 марта у него день рождения. Ну вот я сейчас вспоминаю о том, что наша трансляция выйдет 11-го. Значит, вы уже можете, уважаемые телезрители, поздравлять шведского гонщика с 59-м днем рождения. Ну и сейчас великолепно-великолепно проехали шведы. Кроме потерь в противостоянии с россиянами, шведы пока без каких-либо неудач провели. И 26 очков за первый день соревнований из 30 возможных. Заезд номер 20. Встречаются австрийская и немецкая сборные. Про австрийцев я уже говорил, что они аутсайдеры. Немцы продолжают борьбу за третью позицию, но пока уступают чехам. Поэтому уступать им сейчас нельзя. Бауэр и Гигенбауэр, по-моему, сейчас на старте. Нет, наверное, все-таки Чачин. Я сейчас смотрю больше на мотоциклы. Гигенбауэр разглавил заезд. Гюндербауэр мчится впереди, это понятно. А нет, Гигенбауэр все-таки сейчас на третьей позиции мчится. Уступает он сейчас только Харальду Симону. Австрийец вырвал пока вторую позицию и ее держит. Достаточно крепко и уверенно. Ну а Гигенбауэр в роли догоняющего, посмотрим, заходит очень широко. Поздно закрывает газ. Вот посмотрите, и есть дивиденды. Фантастика. Ну только удержаться теперь. Удержаться рискованно. Вы видели, что практически не закрывая газа прошел он первый поворот. Ну а затем не справился, надо сказать, с управлением. Не справился и вынужден был пожертвовать скоростью ради того, чтобы просто удержаться. На двух колесах. И в итоге, в итоге, Кароль Симон более опытный и все-таки вторую позицию удерживает. Интересный был заезд. Но тем не менее, Германия выигрывает со счетом 4-2. Это значит, что 17 очков в активе Германии. Австрийцы зарабатывают 2 очка. 12 в сумме они обошли Голландию и теперь не будут последними по итогам первого дня соревнований. Но финнов не догнали, у тех 13. Заезд номер 21. Последний заезд первого дня соревнований. И последнее появление российской сборной в субботу на Саранском льду. Россияне. Мы видим с вами в синем нашлемнике мотоцикл Михаила Богданова. Это значит, есть замена. В красном Николай Красников. Значит, Хомицевич отправился отдыхать чуть раньше своих партнеров. Ну а против них чешская пара Антонин и Ян Клотовский. За них отчаянно сейчас болеет шведская пара Сирениус и Свенсон. Это последний шанс для шведов, чтобы россияне потеряли хотя бы одно очко. Ну и смотрим на старт. Россияне очень уверенно вырвались вперед. Посмотрим. Но чехи, я думаю, уступать-то не будут. Ни в коем случае будут бороться. Антонин Клотовский сейчас в белом нашлемнике. На третьей позиции пытается атаковать Михаила Богданова. Пока расстояние еще не так велико. Но мы с вами видим, как заметно увеличивается расстояние между мотоциклом спортсмена из города Лучилы и чешским спортсменом. Это означает преимущество россиян в готовности техники, безусловно. Ну а если учесть, что и мастерство россиян тоже не вызывает сомнений, я имею в виду прохождение поворотов, то шансов очень немного у чехов. Россияне, похоже, завершат первый день соревнований со стопроцентным результатом и сделают великолепную заявку на золото. Да, так и есть. Пять очков. Ну и достаточно ожидаемый результат. 30 из 30 возможных россияней, первые по итогам первого дня соревнований. Чехи 1 очко в сумме 17, и они вместе с Германией, которые набрали столько же, делят 3 и 4 место. На второй позиции сборная Швеции, 26 очков. 13 очков набрали финны, 12 австрийцы, 11 замыкают таблицу голландцы. Вот такие результаты первого дня соревнований, надо сказать, без особых неожиданностей все произошло. Ну и для вас пройдет буквально несколько секунд, а спортсмены отправляются на работу над ошибками и выйдут на лед уже в воскресенье. КОНЕЦ Для вас пауза длилась совсем недолго. Ну а спортсмены проделали некоторую работу над ошибками, наладили свою технику. И сейчас мы с вами станем свидетелями самых ярких, самых захватывающих заездов решающего второго дня 29 финала командного чемпионата мира. И первый же заезд очень любопытный, точнее 22 заезд, потому что продолжается у нас нумерация еще с первого дня соревнований. Ну он первый заезд второго дня. Выступает сборная России и сборная Чехии. И россияне по итогам первого дня, безусловные лидеры, максимальное количество очков 30 из 30 возможных. Чехии делят с немцами третью и четвертую строчки, по 17 очков у них. Ну и за Чехию в красном и синим нашлемниках братья Клотовские Антонин и Ян. Что касается российской сборной, то здесь стартует Николай Красников в белом нашлемнике и в желтом Михаил Богданов, запасной гонщик нашей команды. Но надо сказать, что в первый день соревнований практически поровну досталось времени на льду всем спортсменам. Посмотрим, посмотрим, смогут ли чехи дать бой российской команде, которая пока безупречна. Ну и старт великолепный у россиян. Богданов и Красников сейчас мчатся впереди. Чехи. Чехи довольно далеко. И обратите еще раз внимание на прямых, на прямых, как увеличивается расстояние от российской пары, точнее российской пары от чехов. Без особых проблем, по чистому льду, россияне мчатся вперед. Надо сказать, что пообщались мы с ребятами, со спортсменами после первого дня соревнований. Ну и надо сказать, что даже конкуренты российской сборной, главные шведы, очень слабо верят в то, что им удастся зацепить, ну, по крайней мере, навязать борьбу российской сборной. Тем не менее, считали они и Свенсен, и Сирениус, считали, что без потерь никто не обойдется во второй день соревнований. Но вот пока россияне очень уверенно, пять очков. Чехи один балл, но, в общем-то, с россиянами мало еще кому удавалось больше завоевывать, а в этих соревнованиях и вовсе никому. 23-й заезд, в котором встречаются сборные Австрии и Германии. У Германии сейчас есть хороший шанс закрепиться на третьей строчке, обойти чехов. Но, опять же, мы делаем скидку на то, что чехи проиграли самые сильные сборные этого чемпионата. Но, тем не менее, Германии, конечно же, очки нужны. Ну и сейчас Гюнтер Бауэр и Себастьян Гиген Бауэр в белом и желтом нашлемниках, а против них Харальд Симон, который сейчас с первой дорожки и едва-едва не обошелся сейчас Бауэра. Бауэр на первой позиции. Австрийцы пока второе и третье место занимают. Йозеф Брухнер третий, Харальд Симон второй. Ну а Гиген Бауэр пока подводит свою команду, я имею в виду сборную Германии. У них проблемы. Мы помним с вами единственное падение первого дня, когда на льду оказался Дмитрий Чачин и Стефан Свенсен. Так вот, Дмитрий Чачин, показалось сначала, что с ним все в порядке, он поднялся, даже помог Стефану Свенсену подняться со льда. Но в итоге, в итоге сломанная ключица и продолжить соревнования Чачин не сможет. Поэтому у немцев проблема, ой-ой-ой-ой-ой. И посмотрите, как обидно. Причем и тем и другим. Бауэр весь заезд провел на первой позиции и упустил победу лишь на последних метрах. Зато в борьбе за третью позицию уже видел себя на финише австриец Брюхнер, но его переставило на выходе из поворота, чем и воспользовался Гиген Бауэр. Но в итоге ничья между Германией и Австрией со счетом 3-3. А мы переходим к 24-му заезду. Первый выход во втором дне соревнований шведской сборной. Соперник у них аутсайдер из Голландии. Шведская пара здесь без неожиданностей Сирениус и Свенсон. Голландия Туинстра и Стеллингверф. Сборная Голландии против сборной Швеции. Ну и посмотрим. Шведы в первый день соревнований выиграли у всех, причем с максимально возможным счетом, кроме россиян. Россиянам они проиграли вчистую, вы помните. Ну и смотрим, что у нас с этим заездом. Свенсон и Сирениус мчатся впереди. И вот сейчас Туинстра приблизился, приблизился к шведам. Жоня Туинстра, конечно же, попытается. Будет рисковать сейчас, будет рисковать голландский гонщик. Старается позже закрывать газ. И посмотрите сейчас, пытался, пытался между шведской парой клиниться. И посмотрите, как здорово. Ух, Туинстра, молодчина. Да. Но, тем не менее, Сирениус по-прежнему чуть впереди. Финиш смотрим. Нет, а вот последний, второй поворот, вот этот вот, прошел Туинстра плохо. Откровенно плохо. Может быть, немножко перенервничал. Но в итоге очень спокойно Швеция зарабатывает свои очки. 5-1. И Швеция продолжает погоню за Россией. Заезд номер 25 встречаются в Финляндии. И второй раз, во второй день соревнований, выходит на лед чешская сборная. Семейная пара Яна и Антонин Клотовский в белом и желтом на шлемниках. На шлемниках у финнов Антиаку и Томми Флюктман. В красном и синем. Чехам сейчас нужно нагонять германскую сборную. Поэтому проигрывать ни в коем случае нельзя. У финнов по итогам первого дня соревнований 13 очков. В общем-то, сложно претендовать на медали. Но, тем не менее, шансы есть. И вот сейчас они... Ох, как жестко там сейчас. И посмотрите. Ян Клотовский буквально сейчас чуть не... Так, и что? Что опять происходит? А происходит... Происходит то, что заезд остановлен. Очень жестко повел борьбу Яна Клотовский. Судья этих соревнований Кристал Гардал усмотрел сейчас в действиях Яна Клотовский. Усмотрел в его действиях опасную езду. Слишком-слишком жестко помчался он в атаку. Ну и сейчас сетует, пытается что-то доказать судье. Апеллирует. Но, я думаю, ничего не изменится. У чехов вообще проблемы были с дисциплиной. В первый день соревнований мы помним с вами и фальшстарт, и такая же ситуация с опасной ездой. Ну вот, сейчас будет перезаезд без участия Яна Клотовский. Очень раздосадован младший из четыре чешских спортсменов. Клотовский вел очень грубую, жесткую борьбу на ледовом кольце скорости и дисквалифицировал его в данном заезде. Ну и сейчас мы увидим с вами перезаезд. Антонину Клотовске сейчас придется в одиночку бороться с финской парой. Посмотрим. Надо сказать, что любопытная ситуация вообще с чешской сборной. Мы говорили с вами о том, что вся семья, включая отца Антонина Клотовского-старшего, приехала в Саранск. И Антонин Клотовский-старший, он же механик, он же представитель команды официальной. Совершенно нечего. Но вот сейчас Антиако выиграл старт, а Антонин Клотовский будет пытаться нагнать Фина. Так вот, чешская сборная достаточно давно добивалась успехов каких-то в 91-м только году. И, кстати говоря, при участии именно Антонина Клотовского-старшего серебряная медаль была завоевана в далеком 91-м. Антонин Клотовский-младший бронзовый призер командного чемпионата мира. Но это случилось в 2002-м году в составе сборной Европы, а не Чехии. Поэтому, конечно же, понятны эмоции чешских спортсменов. Им очень хочется после такого долгого перерыва, еще раз напомню, с 91-го года, 16 лет, чешская сборная не может зайти на пятистал почета. Но вот сейчас очень обидно для чехов. Всего два очка в этом заезде. Финны выигрывают. И это осложняет им жизнь в преддверии борьбы за бронзовые награды с немецкой сборной. Мы пропустили с вами 26-й заезд. Там принимали участие аутсайдеры. И голландцы проиграли австрийцам. А, прошу прощения. И голландцы там в ничью закончили заезд номер 27. И это последний шанс шведам хоть что-то исправить. На льду две команды, которые наверняка займут первые и вторые места. Это Россия и Швец. У россиян Красников и Богданов. Нет, прошу прощения. Все-таки Красников и Хомицевич. Судя по мотоциклам, у шведов все по-прежнему. Это Сирениус и Стефан Свенца. Ну, посмотрим. Россияне очень уверенно выиграли старт. В первый день соревнований именно эта пара Красников и Хомицевич. Шансов шведам не оставили совсем. Ну, и судя по всему, судя по всему, сейчас мы узнаем, наверное, имя чемпионов. С другой стороны, конечно, мало кто сомневался в том, что Россия и в этот раз, в 25-е уже в истории, выиграет золотые медали. Уж слишком, слишком велико превосходство российских мотогонщиков над всеми остальными. Но все-таки, согласитесь, хотелось. Хотелось нам какой-то интриги. И я думаю, не возражали бы мы, если бы все-таки борьба продолжалась до завершения. Ну, а вот так, так все бесславно для шведов закончилось. Россияне второй раз без шансов на что-либо выигрывают шведов. А это значит, что россияне, ну, практически-практически обеспечили себе золотые награды. Но в этом мало кто сомневался. Будем наблюдать с вами за остальными сборными. Поскольку интрига сохраняется в борьбе за бронзовые награды. И это вот самое, наверное, сейчас интересное остается. У россиян 40 очков, у шведов 32. И настичь российскую сборную шведам уже не представляется возможным. С другой стороны, ближайшие преследователи шведов. Чехи имеют 20 очков, Германия имеет 20 очков. Ну и 12 очков отрыва тоже, в общем-то, расстояние непреодолимое. Заезд номер 28. Антиаку и Томми Флюктман за Финляндию и за Германию. Гюнтер Бауэр и Себастьян Гегенбауэр. Для Германии очень принципиальный заезд. Фины имеют в своем активе 17 очков, Германия 20 очков. Столько же 20 имеет чехи. Но у чехов на один заезд больше. Поэтому немцам обязательно сейчас нужно выигрывать. Столько, сколько очков они заработают в этом заезде. Настолько они будут опережать Чехию. Учитывая, что у немцев еще впереди заезд против россиян. Естественно, этот задел нужно увеличивать по максимуму. Но вот сейчас Бауэр впереди. Гегенбауэр на второй позиции. Но Антиаку отдавать просто так два очка не собирается. И сейчас колесо в колесо буквально мчится с спортсменом в синем на шлемнике. Ну и посмотрим. Ако, безусловно, более опытный, нежели Гегенбауэр. Но мы помним с вами проблемы с составом немецкой сборной. Какого-то выбора у немецких гонщиков нет. Чачин травмирован. Поэтому гонку будут, безусловно, 100% заканчивать именно эти два спортсмена. Ну и что ж, молодцы. И действительно, они рады, поскольку завоевали максимум очков в этом заезде. 25. У Германии это хорошая заявка на бронзовые награды. Финны зарабатывают одно очко. В сумме у них 18. Столько же, сколько и у Австрии. Заезд номер 29. И вот сейчас чешская сборная свой ход в этой борьбе за бронзовые награды сделает. Соперники чехов голландцы, которые занимают сейчас последнее место. Поэтому, конечно, для чехов необходимо просто приехать на первой и второй позиции, чтобы подсократить отрыв от Германии. Напомню вам, что у немцев 25, у чехов 20 очков. Ян Антонин Клотовский по-прежнему. Ну, надо бы, конечно, все-таки с холодной головой чехам подходить к заездам. Мы помним с вами, как их эмоции перехлестывали и иной раз, в общем-то, мешали. Согласитесь, если бы хотя бы одна дисквалификация из двух не состоялась, то чехи сейчас без проблем бы занимали третье место и претендовали бы на бронзовые медали. Ну, посмотрим, Клотовский сейчас оба впереди, но голландцы, голландцы буквально на колесе. Это и Туинстра, и Сталингверс. Ну и буквально Яна Клотовский сейчас цепляют за заднее колесо голландские спортсмены. Посмотрите, еще в одну атаку бросился Туинстра. На последний круг поехал. Будет рисковать сейчас безусловно. Открывать газ максимально, возможно, рано. Посмотрим, посмотрим на финиш. По внутреннему радиусу будет выруливать Ян Клотовский. И все-таки, все-таки зубами вцепился в эту вторую позицию. И сдержал, сдержал натиск голландских спортсменов и ласточка Клотовский Антонина. Младшего брата, он, видимо, пока не учит этому трюку. Ну что же, Чехи 5-1. И это с точки зрения борьбы за бронзовые награды хорошо, поскольку сохраняется интрига. Заезд номер 31. Мы пропустили с вами заезд номер 30. Россияне там без проблем расправились с австрийцами. Богданов и Хамецевичи заработали очередные пять очков. Но надо сказать, что остальные заезды российской сборной не представляют особого турнирного интереса. Все это, в общем, достаточно формально. Теперь Россия уже может себя считать чемпионами. Поэтому мы заострим наше внимание на борьбе за бронзовые награды. И вот с этой точки зрения заезд номер 31 представляет большой интерес. Швеция против Германии. Первого в сирене у Стефан Свенсен в белом и желтом на шлемниках. А у Германии Гюнтер Бауэр, Себастьян Гигенбауэр. Красный и синий на шлемнике. Любопытный заезд. Германия с 25 очками занимает второе место. 25 очков у чехов, но они на один заезд больше. То есть вот Германия после этого заезда сравняется с чехами. И тогда уже будет известно точно, каков отрыв германской сборной от Чехии. Смотрим. Ну, шведы очень здорово стартовали, но Гюнтер Бауэр все-таки впереди, я вижу. Да, именно Гюнтер Бауэр впереди. Стефан Свенсен на второй позиции, Гигенбауэр третий. Поторопился я похвалить шведов. Ну и для Германии это, конечно, заезд очень важный, очень принципиальный. Поэтому, поэтому они более, наверное, мотивированы, чем шведы. Позиции шведских спортсменов не вызывают тоже особых сомнений. Серебро у них тоже, можно сказать, в кармане. Но пока-пока все в порядке. Кстати говоря, Стефан Свенсен, который пытается атаковать позиции Гюнтера Бауэра. Стефан Свенсен по итогам первого дня, если считать личные очки, то он был лучше, даже лучше всех россиян. Ну, это, в общем-то, не очень показательная цифра, учитывая, что это командная гонка. Но вот сейчас Германию можно поздравить. 4-2 выигрыш у шведов. И они на 4 очка опережают чехов. Остается совсем-совсем немного до завершения соревнований. У Швеции 34 очка, у Германии 29. То есть отрыв достаточно велик. Но шведам расслабляться не стоит. Заезд номер 32. В нем встречается сборная России. Красников и Хомицевич и Финляндия. Антиако и запасной гонщик Юнис Сепенин, для которого это первый выход и в этих соревнованиях, и вообще в его карьере первый выход в соревнованиях такого уровня. Но, в общем-то, первый блин чувствуется комом. Потерял он ленточку. И в итоге он последний. И, в общем, бороться за очки в этом заезде не будет. Антиако тоже достаточно далеко. Заезд, в общем-то, российской сборной не представлял бы особого интереса, если бы не одно «но». Если россияне выигрывают в этом заезде с максимально возможным счетом 5-1, набирают 50 очков, и они досрочно за три серии до окончания соревнований становятся чемпионами мира уже по всем возможным раскладам. Поскольку шведы смогут набрать только 49, не больше, в самом лучшем случае. Ну, а это значит, это значит, что и теоретически не смогут догнать. Да, вот они, чемпионы мира 2007 года финишируют на заднем колесе. Ну, может быть, даже и все четыре круга могли на заднем колесе проехать наши спортсмены. И все равно бы победили. В общем, Россия чемпион в этом мало кто сомневался. 50 очков, и досрочно Россия завоевывает золото. В Финляндии 1 очко, 19 в сумме. Но это, в общем-то, не столь важный результат. Заезд номер 33. Германия против Голландии. Немцы, напомню вам, идут на третьей позиции. Опережают Чехов на 4 очка. Ну, и вот сейчас в споре с Голландией могут еще один шаг сделать к завоеванию медалей. Гюнтер Бауэр и Себастьян Гигенбауэр. Белые и желтые на шлемнике. И Голландия, это Туинстра и Стеллингверф. Посмотрим. Ну, голландцы зубастые достаточно. Показали себя достаточно зубастыми аутсайдерами. По крайней мере, Туинстра готов испортить настроение всем. Ну, может, с исключением только россиян. И сейчас мчится он на первой позиции. Как сейчас перерезал буквально линию движения Бауэр. И посмотрите. Вот это да. Вот это Стеллингверф. Сразу обоих обошел двух немецких спортсменов. Наблюдали за ним, знаете, как... ...трека двумя колесами. Исключенный. Вот здесь, здесь, голландцы. Как зритель наблюдали. Ой-ой-ой-ой, что творится? Ну, сам виноват сейчас. Во-первых, Бауэр пересек линию двумя колесами и был снят. Об этом сигнализировал светофор. И поэтому Бауэр выключился из борьбы. Ну, а Стеллингверф, с ним просто произошла сейчас очень обидная ситуация. На выходе из второго поворота не удержался. Едва-едва не произошло аварии. Но все-таки Гигенбауэр смог не нанести травму своему сопернику. И сейчас Стеллингверф снимается. Видимо, будет перезаезд. Итак, друзья, только два гонщика продолжат борьбу. Ну, сейчас вместо командного противостояния мы увидим уже дуэль. Дуэль, в которой встретится Джонни Туинстро, который по первой дорожке в красном нашлемнике. И соперник его Себастьян Гигенбауэр, представляющий сейчас всю германскую сборную. В желтом нашлемнике, еще раз повторюсь, Гюнтер Бауэр пересек, по мнению арбитров, обоими колесами синюю линию и был исключен. Ну, а Рене Стеллингверф стал виновником остановки заезда. Ну, посмотрим, очень интересно сейчас, сможет ли немецкий гонщик один на один Туинстро обойти. Посмотрите-ка, обходит. Обходит сейчас. Ну, и смотрим, Туинстро-то, в общем-то, тоже держится довольно рядом. Гюнтер Бауэр лидирует. Подвел, подвел Гюнтер Бауэр сейчас немецкую сборную, безусловно. Даже если выиграет сейчас его партнер, то это три очка. А значит, потеря. Потеря. Тот же Бауэр мог заработать хотя бы один балл, и тогда было бы хотя бы четыре, а то и два. Ну, а сейчас все может произойти. Ну, и Чехия. Чехия, конечно, будет стараться использовать свой шанс. Ну, что же. Гигенбауэру нужно сказать большое спасибо. Я думаю, в первую очередь Бауэр сейчас. Его партнер подойдет и поздравит Гигенбауэра. За счетом 3-2 одержала победу сборная команда Германии. Обыграл в очной борьбе он Джуни Туинстру. Таким образом, получается 3-2 в споре Германии и Голландии. В сумме у Германии 32 балла. У чехов, напомню, 25, но заезд в запасе. Заезд номер 34. Любопытный заезд в плане борьбы за медали, причем как за серебряные, так и за бронзовые. Ну, мы с вами немножко поторопились уже наградить шведов виртуальными серебряными медалями. Поскольку после поражения 2-4 от Германии у шведов, в общем-то, тоже не самая спокойная ситуация. Ну, а чехам нужно догонять, догонять. Они сократили немножко отрыв. Но вот в этом заезде нужно, конечно же, бороться во что бы то ни стало. Со шведами. Ну, и пары известные. Сирениус Свенсен и Клотовский Клотовский. Посмотрим. Засиделся на старте Ян. А вот Антонин неплохо ленточку поймал. И там сейчас на второй позиции вслед за Парамоловом. Ну, и посмотрите, Свенсен, как здорово вошел во второй поворот. Но вовремя-вовремя одумался. Могло просто не хватить ему трека на то, чтобы вырулить на такой скорости. И посмотрите, что творит Клотовский. Умница. Да, великолепно. И как бы сейчас опять судья не наказал Чеха за такие отчаянные действия. А мы вспоминаем с вами, что главный арбитр-то швед Кристал Гардал. Ну, и смотрим сейчас. Антонин Клотовский. Фантастика. Как в последний раз, знаете, как на последний бой вышел Чех. И посмотрите, что делает. Вот это финиш. Нет, все-таки, все-таки второе место только у Антонина. Но каков молодец. А, как здорово сейчас бился буквально. Вот после заездов, знаете, с участием наших спортсменов на такое хочется смотреть. Фантастика просто. И какой финиш великолепный. Сразу трех спортсменов. В итоге Свенсен заработал три очка. Антонин Клотовский два. Сирениус одно. Ян Клотовский не помог своему брату. Для чехов, в общем-то, это сродни поражению. Локальному. Потому что у них теперь 27 очков. У Германии 32. Отстают на 5 очков. Многовато. Ну а чехи, чехи могут, наверное, уже 38 очков на их счету. 32 у Германии. В общем-то, наверное, теперь уже можно быть спокойными за свое серебро. 35 и 36 мы пропустили. Поскольку в 35-м спорили аутсайдеры Финляндии и Австрии. В 36-м Россия опять набрала максимальное количество очков во встрече с голландцами. Что, в общем-то, вполне предсказуемо. Ну а 37-й заезд это самый любопытный заезд из оставшихся. Поскольку в нем решится, может, по крайней мере, решится судьба бронзовых медалей. Дело в том, что встречаются Чехия и Германия. Ситуация складывается таким образом, что Чехии, которые отстают от немцев на 5 очков. 27 у Чехии, 32 у Германии. Так вот, для Чехии единственный шанс зацепиться за бронзы. Это выиграть у Германии, причем с максимально возможным счетом. То есть набирать 5 очков сейчас для Чехии обязательно. В любом другом случае Германия может праздновать уже завоевание бронзовых медалей. Ну посмотрим. Чехия Антонин и Ян Клатовский. Белые и желтые нашлемники Германия Гюнтер Бауэр и Себастьян Гиген Бауэр. Красные и синие нашлемники. Напомню вам, что Германия за свою историю 10 раз выигрывала бронзовые медали. У Чехии такой успех был всего однажды. Но зато Чехии 5 раз становились серебряными призерами. А у Германии как раз такой успех случался также один раз. Ну а последние медали чешской сборной датированы далеким 91-м. 16 лет назад. Поэтому, конечно же, сейчас братья Клатовские сделают все возможное, чтобы... Чтобы оставить для себя шансы на бронзу. Ну что ж, посмотрим. Думаю, будет отчаянная борьба, учитывая серьезный настрой чешской пары. Смотрим сейчас очень... Ой-ой-ой-ой-ой. Да, Ян сейчас явно поспешил. Остался позади, но, тем не менее, есть еще шанс у него настичь группу лидеров. Клатовские и Гигенбауэр там буквально борт в борт идут. Нет, сейчас все-таки немец ушел вперед. Отчаянная ситуация у Чехов. Отчаянная. А значит, и требует отчаянных мер каких-то. Ну, посмотрим сейчас. По внешнему радиусу пробует Чех. Да, судя по всему, выиграть-то с максимальным счетом не удастся. Ну и что же делает Ян? Вместо того, чтобы атаковать соперников, он атакует своего брата. Ну и лишает последних. Ой-ой-ой-ой-ой. Да что ж такое-то? Ну, нельзя же так. Ян, ну, просто не знаю, как назвать то, что он сейчас сделал. И не поднимается сейчас немецкий спортсмен. Это Гигенбауэр. Да, знаете, все-таки борьба борьбой. Но надо понимать такие вещи и такой вид спорта, когда нанести травму своему сопернику очень-очень просто. Да, но не красит, не красит это чешского спортсмена. Ян уже проигрывал. Ну, собственно, что там, что, в общем-то, делать-то в этой ситуации? Надо было максимум пять очков. Уже точно, если бы обошел Гигенбауэр на финише, пяти очков у Чичи не было. Надо было просто смириться, может быть. Но уж, в крайней мере, не таранить своего соперника. Финиш тем временем принят. Бауэр разработал три очка. Антонин Клотовский одну очко. Себастье Гигенбауэр 2. Германию можно поздравить с бронзовыми медалями. Но, согласитесь, очень большой ценой достаются эти медали немцам. Мало того, что Дмитрий Чачин уже, в общем-то, побывал в больнице. Ну и как бы Гигенбауэру туда не угодить. Будем надеяться, что с ним будет все в порядке. Ну, а чехам, которые 16 лет не выигрывали медали командного чемпионата мира, придется ждать еще как минимум год. Ну и, конечно же, конечно же, я думаю, подумать нужно хорошенько над тем, вообще, что такое этика спортивная. Чешским спортсменам обязательно нужно. Дмитрий Чачин. Аж за 9 заездов до завершения обеспечила себе золото. Шведы, в общем-то, тоже уже празднуют серебро. Германия завоевала бронзу. Таким образом, мы наблюдаем, в общем-то, заезды, ну, ради заездов, ради красоты спидвея. Ну, а что касается заезда номер 38, Швеция и Австрия встречаются. Шведы в белом и желтом на шлемниках. Свенсон и Сирениус. Против них Харальд Симон. С партнером. Ну, вот сейчас Симон один борется с двумя шведами. Смотрим, что там у нас происходит. Перл оф Сирениус обходит Симона. Свенсон мчится впереди. Очень здорово проводит эти соревнования Стефан. Не за горами тот день, когда Перл оф Сирениус все-таки завершит свою фантастическую карьеру. И тогда надежды Швеции будут связаны в первую очередь, конечно же, со Стефаном Свенсоном. Хотя он-то, в общем-то, тоже далеко не мальчик. Но будем ждать новое пополнение новых звезд из Швеции. И, к сожалению, в европейских странах очень немного. Ну, и мы видим с вами падение. Падение. Йозеф Брюкнер, спортсмен из Австрии, оказался на льду на последнем круге. Финиш, видимо, будет все-таки принят. Ну, в общем, как бы то ни было, на очки в этом заезде это падение не повлияло. Шведы зарабатывают очередные пять очков. Осталась последняя серия. Серия из трех заездов. Голландская сборная уже завершила выступление на этом чемпионате. 22 очка набрала. Ну, а сейчас мы увидим с вами последнее появление на льду чемпионов и бронзовых призеров нынешнего турнира. Это Россия, в составе которой выступит Михаил Богданов в красном нашлимнике и в синем Виталий Хомецевич. Против Германии, в составе которой Гюнтер Бауэр и Себастьян Гигенбауэр. Вы помните, что Гигенбауэр был в прошлой серии заездов атакован буквально чешским спортсменом. Ну, и не стал, в общем-то, бороться. Видимо, все-таки получил какую-то травму. Сам уехал за линию. Просто ради того, чтобы выйти на лед, он это сделал. Видимо, все-таки нанес ему травму чешский сорвиголова. Ну, кстати говоря, о Яне Клотовске. После этого случая с германской сборной, с его безобразным поступком, Ян Клотовский дисквалифицирован до конца соревнований. Так что в последнем заезде Ян участвовать не будет. Будем надеяться, что он, в общем-то, впредь не будет подобных вещей допускать. Ну, а российская сборная с огромным-огромным отрывом от Гюнтера Бауэра. Принимаем финиш чемпионов мира. Ну, и поздравляем, безусловно, их, конечно, на заднем колесе. Красиво. Ну, и 60 очков из 60 возможных. Фантастика. Можно было бы сказать так, но все-таки мы знаем, что Россия. Мы знаем, какое преимущество российских гонщиков над всеми остальными. Так что, в общем-то, удивляться не приходится. Без потерь, без каких бы то ни было проблем, российская команда с максимально возможным результатом становится вновь 25-й раз в своей истории чемпионом. Ну, вот сейчас мы увидим уже заезд номер 41. Последний заезд с участием чешской сборной. Очень неоднозначное выступление оставило, неоднозначное впечатление оставила эта команда в этих соревнованиях. С одной стороны, невезение преследовало эту сборную. Мы видели с вами и фальштарта, и снятие за опасную езду. Красивая борьба была. Отчаянная борьба, с одной стороны. Но, с другой стороны, вот грязный поступок Яна Клотовски, который испортил все впечатления от чешской сборной, от выступления этой команды. Ну, и сейчас вместо него, вместе с Антонином Клотовски, стартует запасной гонщик Чехии. Это Андрей Дивис. Ну, а их соперники австрийцы. Харальд Симон, я вижу, на второй позиции сейчас вслед за Антонином Клотовски. Мчится Андрей Дивис на третьей позиции. Ну, и посмотрим сейчас за борьбой Антонина Клотовски и Харальда Симона. Мы говорили с вами, что чехам придется отложить свои планы по завоеванию медалей в командном зачете хотя бы на год. Ну, вот, помимо, помимо вот этой семьи Клотовски, сложно назвать кого-то, кто мог бы помочь им вот в этом деле. Впереди Антонин Клотовский, Харальд Симон. Тот же Дивис, в общем-то, мы видим с вами, что уже на последнем месте. Все-таки это спортсмен не того уровня. Ну, а Клотовский впереди далеко. Его медали, видимо, ждут в других соревнованиях. Ну, и на прощание, на прощание Клотовский все-таки ласточку подарит саранским зрителям. Выиграл он этот заезд. Хотя для Чехии, в общем-то, это четвертое место, наверное, больше поражения, нежели победа. А в заезде зафиксированы ничья за... 31 очко у Чехов, 38 у Германии. Это финальные уже результаты. Австрийцы 33 очка и 25. В сумме обошли они голландцев и будут шестными. Голландия финишировала седьмой. Ну, и остался всего один. Единственный заезд. Последний, завершающий старт. Шведы встречаются с финнами. К сожалению для нас с вами, для болельщиков, заезд уже ничего не решает. Швеция против Финляндии. Перл оф Сиренюс и первый выход Торлейфа Бурмана. Ну, в общем, шведы могут тебе позволить такое. Антиако и... Флюкман. Соперники шведской пары. Ну, а мы, наверное, глядя на это противостояние, уже, наверное, больше выставочное, нежели имея турнирное значение. Будем, наверное, подводить некоторые итоги. С одной стороны, Россия выиграла, причем выиграла достаточно легко. Валерий Бурман также, также. Выиграла без шансов. И, в общем-то, мы должны, наверное, работать с завоеванием очередного золу. Нашей командой. С другой стороны, не получилось захватывающей борьбы. Не получилось интриги в борьбе за медали. Немножко мы поволновались. Когда глядели на противостояние Германии и Чехии, но тоже это завершилось досрочно. 29-го финала команды чемпионата мира. Если будущее в этом турнире, безусловно, есть. Хотя, конечно, может быть, какие-то изменения и требуются. Кто знает, сейчас уже в европейском чемпионате принято решение о том, чтобы российских гонщиков дополнить только юниоров. Может быть, для увеличения конкуренции будут какие-то налоговые ограничения иные соревнования. Кто знает. Но не консультируя, то Россия без основной фаворации и лучшее. И те, кто знает, что Россия без основной фаворации. Россия без основной фаворации. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...